здравствуйте друзья у нас дождик ну такой не бог весь какой дождик я еду на работу и дежуре немножко по америке что произошло после нового года после нового года собрался конгресс нового созыва да вот после выборов президентских а это были одновременно и выборы в конгресс на которых треть сенаторов обновляется и полностью вся палата представителей вот результатом вот этих выборов в конгресс в обе палаты стало то что после нового года собрались сенаторы и члены палаты представители и хотя инаугурация нового ново избранного президента состоится еще через 20 дней вот от сегодняшнего дня но тем не менее уже идут начались утверждения обсуждения назначений в новую администрацию вот сейчас пока я еду и с вами разговариваю обсуждается кандидатура как генерального прокурора так так по-русски мы попробуем атерни дженерал его зовут называют эту должность атерни дженерал и номинантом трампа является сенатор с большим стажем сенатским фамилии он такой знаете сторонник жесткой иммиграционной политики и у него есть как сказать ну там у всех есть пятнышки какие-то скелеты там и так далее но у людей публичных на скелет они все уже не в шкафах так знаете так на показ его однажды не утвердили на должности генерального прокурора штата за то что вот якобы то ли да то ли нет я не берусь судить но вот он какие-то российские российские высказывания значит там себе позволял и америка страна политкорректно и тут так выражаться нельзя то есть грубо говоря в этом бывает и перекос какой-то да то есть человек может быть и не имел ввиду или там что-то такое а на него налетели заклевали так тоже бывает так тоже бывает вот это то что он сейчас пытается доказать что он вообще никак не причем и что это его неправильно понимали очень сейчас его клюют он уже вот к моменту когда я садился в автомобиль я так смотрел в прямой трансляции не нужно он уже клятвенно пообещался что будучи на должности генерального прокурора не будет не никоим образом участвовать в том чтобы преследовать госсектора клинтон бывшего госсектора клинтон по делам там с ее какими-то нарушениями там и так далее вы может быть помните что трамп обещал что она будет сидеть в тюрьме во время дебатов он как если я стану президентом то ты будешь есть тюрьме он потом правда уже так как-то на попятную типа они ребят хорошие говорю тем более они с белым много лет в гольф играют чё им в тюрьме то вот но просто я к чему рассказываю что вот он пока что вот уже вот он это обещал на него имеют зуб массу народу и впервые в истории вот этих утверждений там есть как минимум один сенатор может быть будет два которые будут против него давать показания вообще дело в том что обычно сенаторы против сенаторов не дают показаний то есть есть некоторая этика внутренняя и такого никогда не случалось и сэшнс является действующим сенатором и значит вот как бы есть другие действующие сенаторы которые готовы давать показания против него что само по себе крайне необычно вот но чем-то он им там насолил пройдет не пройдет я не знаю но собственно сказать по совести меня без разницы там утвердят его или нет там ну утвердят будет будет генеральный прокурор то есть не то что меняет как-то сильно задевала кто там будет на этой должности но в общем то должность ответственная конечно должность ответственно и в каких-то ситуациях решение генерального прокурора скажем там преследовать кого-то не преследовать там и отпустить или что-то это это может оказывать влияние на на страну в целом там и тогда теперь что еще тут с утра мне кто-то пишет там сообщение чтоб я прокомментировал вот там никто вот высказался там в отношении иммиграционной политики трампа и там вот этого журналиста которую которую он пародировал так там он инвалид вообще и вот он его так пародировал там кривлялись вот что это вот недопустимые так далее а он там написал что они все нам в общем что я там миллион раз объяснял что там ничего такого нет и в общем идет вот это знаете интересная такая линия я сейчас попытаюсь объяснить вот когда идет политкорректность да и вот я говорил что могут заклевать человека по политкорректности есть другой есть другой экстрим в этом деле когда говорят да что он такого сказал но подумаешь он что-то сказал и вот сейчас там значит помощница трампа она говорит мало лишь он там сказал бы в сердце его загляните что он в этот момент думал понимаете если мы начнем заглядывать в сердце то тоже происходит интересная вещь значит это значит что можно говорить что угодно можно оскорблять можно совершать публичные действия которые ну грубо говоря считаются сегодня неприемлемыми но если это можно тить теперь это можно делать наверху и даже не извиняться и там и не оправдываться где-то подумаешь там и пошли вы все ну то это теперь не только наверху можно это теперь всюду можно теперь по всей стране можно поэтому мы из одного экстрима когда человека там из соображений политкорректности там на него начинают налетать там что он что-то такое сказал и там многие даже понять не могут а что он такого сказал то сейчас получается уже можно довольно несимпатичные вещи сказать а дальше получается что вроде как и и нормально вот вы сделал российские высказывания это вроде но это же а что у него на сердце было в этот момент да а кто из нас иной раз не скажет чё ничьи вот и не имея в виду ничего такого понимать вот так что интересная такая тенденция но мы посмотрим как будет происходить вот сейчас очень много идет обсуждений что произойдет первые сто дней президентства то есть они радостно хотят значит там как бы публично и такими как бы с криками и воплями значит отменить вот этот обама кир что само по себе не сложно то есть отменить обама кир просто не просто ответить на вопрос что делать с 22 миллионами застрахованных то с ними как быть непонятно и непонятно вообще как дальше строить вот вот нет как бы и никогда не было республиканской платформы по поводу того как именно обустроить хеллскер страховые компании как бы в напряжении потому что они тоже не знают хоть какая нагрузка на страховые компании то есть вот допустим им говорят теперь мы будем делать вот так значит они дают дадут какой-то срок там не знаю пару лет дадут и они должны за этот срок ну переписать там эти свои полисе и там компьютерные системы и бог знает что это колоссальный объем работы на самом деле для них для всех причем они еще они бы может сейчас начали что-то делать но они не знают что будет в общем такая вот как бы нервотрепочка начинается сейчас уже я смотрю немножко и сток маркет перепугался вот того рывка который произошел значит когда объявили результаты выборов то сток маркет пошел вверх вот за эти сколько тут прошло полтора месяца на полтора триллиона полтора триллиона выросла стоимость акций что это значит сток маркет работает из ожидания того что будет ну скажем через полгода ну вот примерно да вот что будет через полгода что мы ожидаем и под это дело подстраиваются цены значит логика такая у нас теперь президент который говорит что будет снижать налоги у него большинство в обеих палатах республиканская которая тоже хочет снижать налоги президент говорил 15 процентов там партийцы говорят 25 с 35 понизит на корпорации не о гражданах речь граждане в данном случае не имеют значения речь идет о корпоративных налогов акций так что это понизит глядишь ночь от это прибыли вырастут прибыли вырастут акции вырастут побежали покупать акции под будущий рост то есть никто не знает когда никто не знает на сколько никто не знает тонкости которые с этим будут связаны но уже всех побежали покупать соответственно цены выросли соответствовать но спутного триллиона денег и так спекуляция просто вот чистая да но Ничего нет, ни расчета, ни подсчета Ну ничего нет, кроме спекуляции Азарта такого, знаете Вот Ну сколько можно на азарте И вот они так, немножечко сейчас Уже назад пошло, все это хозяйство Посмотрим, что дальше будет Ну, то есть, конечно Не хотелось бы, чтобы совсем грохнулось Потому что, знаете, как бывает Когда совсем грохает То, как бы, другой экстрим Из экстрима в экстрим, плохо Хочется какого-то нормального развития В общем Обсуждается Очень много спекуляций Очень много чего Про иммиграционные законы Вот уже Я не знаю, второй закон Подали или нет, но один уже подали Про визу H1B Сейчас два законопроекта Должны были быть на этой Второй должен был быть на этой неделе Значит, один законопроект на H1B Сводился к тому, чтобы Ну, в частности К тому, чтобы увеличить Минимальную зарплату На H1B До 100 тысяч долларов Сделать, как бы, более дорогим Потому что сейчас Действующие Действующие минимум 60 тысяч И Другой законопроект То есть, первый был от республиканцев А второй был Ну, от конгрессмена И это все в палате представителей происходит А второй от демократа Из прямо кремниевой долины Вот отсюда Смысл был в том, чтобы Ввести, как бы, рыночность Рыночность в это во все То есть, кто больше там денег платит Тому и давать рабочую визу То есть, понятно Вот есть работодатели И они начинают соревноваться За то, чтобы получить Рабочую визу для своего сотрудника Тем, что платит ему больше денег Вот кто больше заплатит Тот и получит Эту самую рабочую визу Идея неплохая, кстати Я хочу сказать, что Ну, действительно В этом что-то есть То есть, отсеять Всяких вот Как сказать Промежуточных людей Которые там На этом деле Спекулируют То есть, они берут Людей из там Других стран Оформляют их по минимуму Денег Потом перепродают их На контрактной основе Другим компаниям Уже как сеньеров Вот и разница там У них в кармане И вот Пытаются от этого дела уйти То есть, все понимают Злоупотребление Которое происходит С рабочими визами Может быть, они Не настолько понимают Масштабы Я не знаю Но, в общем Злоупотребления всегда были Я помню Году в 98-м, что ли Когда массовое Это все было И, знаете так И немножко ново Тогда Как-то вот эта массовость Удивила всех Никогда такого не было И вот Я помню, что Госдеп Или кто там этим занимается Они проводили Ревизию В каком-то из консулатов США в Индии Я боюсь сказать В каком городе Это было В Калькутте Там В Бомбее Не знаю И выяснилось И выяснилось Что половина людей Которые Шли получать рабочие визы То есть На них оформляли Половина людей Имели липовые дипломы О высшем образовании То есть У них какие-то Филькины грамоты Там были А реально не было Вот представьте себе Это было Почти 20 лет назад Оно Форма Злоупотребление Меняется То как это происходит Ну в общем Это всегда вот так Всегда вот таким было Так что Они пытаются Навести с этим делом Порядок Сделать это Более Труднодоступным Так Назовем Пишут о том Что Трамп Высказался В таком ключе То есть Это не было Официальным Обещанием Чего-то Но вот как бы Высказался в том ключе Что Нужно сделать Грин карту Не Процесс получения Грин карты Более сложным Чем сейчас Вот нельзя Выдавать Грин карты Вот так просто Как мы сейчас Это делаем Как страна Это делает Вот Что это значит В практическом ключе Я не знаю То есть Есть ли за этим Какие-то конкретные Предложения Для Внедрения Я тоже не знаю Но вот Известно Что фраза Такая была сказана И Ее сейчас Обсуждают Я думаю Что Чем ближе Мы будем Приближаться К инаугурации Чем ближе Будет Реальная Как бы Деятельность Законодательная Да То есть Вот они Соберутся И И понеслось Да То есть Вот Как бы Большинство Есть В обеих Малатах Другое дело Что Как бы Среди республиканцев Далеко не все В восторге от Трампа То есть Могут быть Какие-то Проблемы Но Тем не менее Сейчас Наступает Момент Как бы Когда Начнется Начнется Реальная Деятельность И я бы сказал Так Вот Мое впечатление О том Что происходит С точки зрения Прессы С точки зрения Обсуждения В стране С точки зрения Вот Общества Как бы Да Я бы сказал Что такое Затишье Все молчат Как бы В основном Молчат И Я даже Не думаю Хотя Кое-кто Говорит Что Это связано С тем Что Они боятся Мстительного И Как бы Такого Обидчивого Трампа Скажем На Обаму Можно было Грязь Лить Сколько хочешь Он не обижался Раз И он никогда Никого не преследовал Два Это другой Совсем человек Он обижается Раз И очень мстительный Два Это все знают То есть Может он изменится Конечно Но пока Такого не видать Значит Надо посмотреть Что будет Но во всяком случае Некоторые говорят Что он просто Запугал прессу Он вообще Обещал с ней Разобраться Неоднократно И пресса Помалкивать Я думаю Что они просто Ждут конкретных Действий И тогда уже Начнется Действительно Ну если нужно Будет мордовать Они будут мордовать Вообще То что он Сейчас делает Если бы Клинтон Делала то Что сейчас Делает Трамп Ее бы уже На всех углах Поливали Мордовали И так далее И Я хочу сказать Что Не вдаваясь Там в большие подробности Тем более Я уже на работу Приехал Я могу сказать Что меня напрягает Меня напрягает Вот это Близкородственное Смешение Понимаете Личных дел Посты Люди Которые 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 Не имеют Никакой Квалификации По принципу Личной Преданности И Я Я хочу Сказать Что Нам обещали Разгрести Вашингтонское Болото Мы уже устали От Клинтонов Вот уже Вот тут Клинтоны Уже Вот тут Буши И И на тебе Смотри-ка Тут еще одна Династия у нас Прямо на глазах Возникает То есть Все-таки Государством Управлять С помощью Твиттера Я не знаю В общем Все-таки Специалисты Нужны Грамотные Люди Нужны Нужны Люди Которые Имеют Поддержку Среди Законодателей Среди Населения Там и так далее Политики Нужны Серьезные Ну Посмотрим В общем Ждем Да Недолго Осталось Могу только Сказать Что Пишут Что Сенат Конгрессмены Конгрессмены На ближайшие Вот эти 100 дней Планируют Работать По 5 дней В неделю Это не всегда Так бывает Но вот они Планируют 5 дней В неделю Работать То есть У них Много дел И Единственное Там в феврале У них Каникулы На недельку Там будет Перелив Небольшой Вот А так Вот Значит Ожидается Большая Законодательная Деятельность И Я думаю Что Вот Первые 100 дней Ну и после Тоже Наверное Но первые 100 дней Особенно После Инаугурации У нас Будет Много Много Разных Возможностей Поговорить О том Что происходит Вот И мы Конечно Поговорим А сейчас Так Просто Некоторый Так Апдейт Такой На Происходящее Счастливо